Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Наша программа выходит уже второй год, и вот так постепенно, небольшими шажками, мы наконец дошли до обсуждения очень большой и важной темы, над которой хотя бы раз в жизни размышлял каждый, а именно, существует ли смысл жизни. Для обсуждения такой, прямо скажем, непростой темы я пригласил сегодня в студию двух практикующих психологов, членов Вятского интеллектуального клуба, Юлию Павловну Санникову, кандидата психологических наук, доцента Вятского государственного медицинского университета, и Тимура Серафимовича Кожевникова, преподавателя юридической психологии МГУА. Здравствуйте. Поскольку в гостях у нас психологи, то, вероятно, о смысле жизни мы сегодня будем говорить больше с психологической точки зрения, ну, как получится на самом деле. И для начала предлагаю, так сказать, размяться и ответить моих уважаемых гостей на такой детский вопрос, который вынесен в названии нашей передачи. А существует ли смысл жизни? И если да, то в чем он, по вашему мнению, заключается? Кто решится первым? Ну, давайте я первый, да, начну. Раз про него говорят, про смысл жизни, то, наверное, он присутствует так или иначе. Но мне понравилось высказывание ученого древнегреческого Архимеда. Он сказал, что мы не можем ничего поделать длиной нашей жизни, но можем изменить ее глубину и ширину. То есть я так понимаю, что смысл жизни, да, то есть он, наверное, заключается в наполнении своей жизни, вот, каким-то деятельностью, наверное, да, событиями и так далее. То есть, наверное, вот в общем, если так сказать, то я бы, наверное, об этом речь завел. А если более научно к этому подойти и сказать, вот этика, это, скажем, область знаний о ценностях жизни человеческой, как раз вот смысл жизни наряду, там, любовь, счастье, и рассматриваются, являются предметом изучения этики, что психология тоже учитывается. И психологи в своей деятельности, они вот эти вот категории этические тоже должны учитывать. То есть вот мой вывод, смысл есть, но у каждого, наверное, свой. Юлия Павловна, вы? Я бы, наверное, таким образом подобрала следующую метафору, да, в поиске смысла, как некая жажда, как глубинная потребность, как то, что отличает человека от всех других существ. И если дать такое определение смысла, то, наверное, получится это некая высшая ценность, это некая важность в жизни человека, и она описывается, наверное, через значение. Это то, что имеет для меня значение, это то, что значимо, да, и вариации на эту тему. И это то, что рождает некое особое отношение у меня к этому событию, да. Например, события имеют смысл для меня, или человек имеет смысл, или ситуация имеет смысл. И, наверное, ответ на этот вопрос будет очень отличаться в том числе, например, у верующего человека и у неверующего. То есть вот поскольку смысл постигается, мне кажется, по результату, по итогу. Например, вот пройдёт сегодняшняя наша передача, наши слушатели скажут, да, имело смысл её слушать или нет. Да, или, например, да, когда мы выбираем какую-то тему, мы тоже, да, по мере того, как она прошла, для себя подводим итоги. Например, что было важного для меня, не знаю, в сегодняшнем дне, в сегодняшней встрече, а важно ли действительно заниматься рассмотрением, изучением того или иного вопроса. Ну, вот как-то так. Ну, уважаемые коллеги, конечно, хочется сразу сходу в бой вступить с вами, потому что и в первом случае, во втором случае возникает масса вопросов. Но поскольку пока у меня такой задачи не было, я хотел именно обозначить, что да, действительно, можно говорить о смысле жизни, и есть определения, и, как мы услышали, они достаточно разные. Поэтому пока не буду вас, так сказать, искушать, а задам следующий вопрос, который я заранее подготовил, и он уже будет более, наверное, таким каверзным, возможно. Вот как вы считаете, по вашему мнению, для всех людей, как особого вида живых существ, существует одинаковый смысл жизни, или у каждого человека, как вот сказал Тимур Серафимович, он свой, то есть уникальный смысл жизни, или же вот мы все люди, мы одинаковые, да, ну, в чем-то, в чем-то разное, какие-то у нас есть две руки, две ноги, голова, у кого-то ум есть, да, вот, и по идее-то, может быть, и смысл жизни тоже, он такой же одинаков, как и строение человека, а может быть и нет, или он, или он разный. Почему я объясню, в чем здесь, в общем-то, каверз заключается? Он вопрос не совсем простой, потому что если смысл жизни один для всех, значит, он, это понятие смысла жизни является антологическим, то есть бытийственным, а если еще проще сказать, то значит, это объективное понятие, объективное понятие, не выдуманное кем-то и с какими-то целями. Если же, как мы говорим, многие так говорят, что у каждого человека типа того, что свой смысл жизни, который он ищет, то ли находит, то ли не находит, значит, это понятие сугубо субъективное, то есть надуманное, с какими-то возможными благими целями. Вот поэтому, прежде чем ответить на вопрос, вы подумайте, все-таки, такой вопрос на самом деле непростой. То есть получается, если это на самом деле существует, то смысл жизни должен быть, в общем-то, один для каждого человека. Так, если же мы ищем у каждого человека свой смысл жизни, то, скорее всего, это будет надуманным понятием, субъективным. Можно не соглашаться, но я готов к бою. Ну, наверное, возьму на себя смелость тут прояснить этот вопрос, по крайней мере, для себя теперь получается. Многие люди, вот я так понимаю, и сам до какого-то момента времени, честно говоря, когда все хорошо складывается, как-то жизнь, вот там, ну, грубо говоря, до 30 лет идет, такая зеленая ковровая дорожка, все везде хорошо, все везде, скажем так, нравится. И это тоже, возможно, смысл жизни, жить, получать какой-то комфорт, но на этом не зацикливаться. Вот мое мнение, и мнение, скажем, исходя из опыта, наблюдений со стороны, очень часто человек начинает усмыслить о жизни, думать, когда что-то происходит из рук вон выходящее, то есть какое-то потрясение, скажем, потеря там близких, какие-то драмы, трагедии, другие явления, то есть они человека, скажем так, своего рода обращают к себе, а что я сделал или не сделал правильно, что в результате, какие последствия наступили, и вот здесь вполне вероятно, человек начинает и искать некоторые ответы на вопросы, которых у него раньше могло и не быть. Вот ведическую литературу читал в свое время, там вообще интересно, вот про развитие человека сказано, что человек должен, не должен, не должен, тут, наверное, не очень хорошее слово, но это эволюция от что-то брать, от желания брать, до, скажем, отдавать. И вот человек на этом пути в идеале, согласно, опять же, этим ведическим трудам, семь просветлений должен испытать в своей жизни, то есть понять якобы семь раз, что его, что-то он понял, и после этого он уже будет жить, иначе, по крайней мере, стараться, то есть не делать, может быть, и того, что-то ранее у него было. То есть вот мое личное мнение, что человек сам вызревает до смысла жизни, хотя, конечно, в интересах, там, скажем, и социума смыслы, они имеют общий смысл, вот, то есть они, может, там для многих людей одинаковые, но я считаю... А давайте я попробую прояснить, может, вам будет проще, а может, сложнее. Вот смысл, наверное, надо говорить цель. Вот смысл — это цель, то есть для какой цели, с какой целью человек живет. Может сам человек это, на этот вопрос себе ответить, или кто-то ему задает эту цель, или сам он перед собой ставит. Но как он может сам перед собой поставить, если он даже неволен был решать вопрос, рождаться ему или не рождаться? А цель, так он сам почему-то должен поставить. Ну, я могу еще сказать, может, Юлия Павловна... Нет, нет, давай, продолжу, я именно в вашу сторону. Ну, вот человек, который длительное время преподавал этику, буду все-таки к ней склоняться, наверное, за точку упора и возьму. Вот мысль, опять же, мудрую тут у Синеки увидел. У него было сказано, каждый может жить, как он хочет, но хотеть он должен человеческого. То есть у нас три составных части — тело, разум, душа, дух. И, скажем, если, опять же, с точки зрения этики, то человек в идеале должен делать точкой опоры, скажем, какой-то категории идеального свойства. То есть это, может быть, неосязаемые какие-то, да, то есть их, может быть, даже не всегда просто сформулировать. То есть и вот это вот развести понятие цели и смысл, то есть смысл — это нечто, наверное, освещающее, может быть, там, какое-то движение человека о цели, но они, если согласуются с этим смыслом, то, наверное, человек движется ему хорошо. То есть утром он просыпается, с радостью бежит там, выполняет задачи, желает попозже лечь спать, у него такой подъем, то есть это согласуется. Ну, мне кажется, развести-то здесь несложно. Цель — это конечная точка, а смысл — это движение к этой точке. Ну, Юлия Павловна, может быть, вы попробуете. Интересные такие метафоры тут звучат. Прям благодарны своим коллегам. Ну, вот мне кажется, исходя из того, что вот я слышу, вот потребность именно в осмысленности жизни — это просто родовая сущность человека, это некая врожденная, что ли, какая-то опция, матрица, которое человек заполняет при жизни. И не случайно, да, есть такое понятие, как вот этот смысловой вакуум экзистенциальный, да, и человек переживает настолько, как сказать, дисгармоничное внутреннее состояние, неудовлетворенность, что иногда, не обнаружив этот смысл, он даже иногда принимает решение вообще уйти из этой жизни. Вот. И для меня вот сейчас, может быть, как пример такой удивительный был. Куклачёв там рассказывает о своей жизни. Ему примерно в 7-8 лет задали этот вопрос, вообще, зачем ты живёшь? И он настолько загрузился этой темой, он рассказывает, что это была самая страшная ночь в моей жизни, когда я всю ночь лежал и думал вообще, зачем я? Вот. И он не нашёл ответа на этот вопрос. И потом он однажды, ну, что-то взаимодействуя с своей мамой, что-то сделал такое, что её рассмешило. Он понял, вот, я нашёл. Моё. Да, это моё. А животные могут озадачиться вот таким вопросом? Зачем я вот собакой там или кошкой живу? Ну, я думаю, что если действительно рассматривать человека, да, как существо телесно-душевно-духовное, этот вопрос, относящийся как раз к духовной реальности, и поэтому относящийся только к человеку. Духовный или душевный? Потому что мы сейчас так далеко. Тимур Серафимович, я его даже не стал останавливать, потому что душевное, духовное, в общем-то, обычно психологи в одной плоскости рассматривают, а вы так выделили, духовное. Но духовное рассматривают обычно сферы такой религиозной немножко, а это уже скользкая тема. С другой стороны, человек — это единственное существо, которое осознаёт свою конечность. И именно, мне кажется, что при столкновении с утратой, и со смертью, вот как раз более остро встают эти вопросы, да, как бы по концу и по итогу. То есть если, скажем так, да, человек — это только тело, то вообще нет смысла вообще как-то делать выборы какие-то. А когда человек вообще задался этим вопросом-то о смысле жизни? Ну, кстати, да, здесь понятно, что человек, он на протяжении своей жизни, он меняется? Нет, вот человечество возьмём, да. Человечество насчитывает, ну, по-разному там оценка, в зависимости от того, какие виды там человека мы рассматриваем, ну, два миллиона лет. Там гомо-сапиенс поменьше, так сказать. Нет, род ведь есть, хомо как род, а кроме сапиенсов там ещё много было, как минимум шесть различных видов человека. Так вот род хомо, он насчитывает два миллиона лет. Ну, там может быть два двести и так далее. Род хомо-сапиенс двести тысяч лет так оценивают, да, то есть появился. А когда человек задался вопросом о смысле жизни? Я думаю, что это произошло не более чем десять тысяч лет назад. То есть кто-то задал, передал другому, сейчас все остальные мавятся этим вопросом. Если хомо-сапиенс, да, существо разумное, да, то есть вот как раз величие самосознания позволяет ставить себя под вопрос, да, и задавать себе такое, зачем я? А ведь самосознание обладает же не только люди. Чего же вы так выделяете? Такие, ну, прямо исключительно. Пожалуйста, Новая Зеландия в 2015 году приняла закон о том, о признании разумными существами, то есть те, которые сами себя могут сознавать, китов, дельфинов, мало того, омаров, да, и за ними последовало, я сейчас из страны не перечувствую, но, по-моему, на текущий момент 15 стран, таких из достаточно известных стран, приняли законы о признании вот ряда живых существ разумными, а раз они разумные, на них, соответственно, распространяются все, ну, скажем так, законы, и которые мы применяем к людям. Мне кажется, разум и самосознание — это так немного разные вещи, да, то есть с одной стороны я не только накапливаю знания об окружающей, об окружающем мире и могу как-то разумно действовать, да, в разных ситуациях, но я и сознаю самого себя, и в этом плане, вот, мне кажется, что это привилегия, да, наверное, только человека. Да, вот я читал другую точку зрения, что самосознание — это вообще как бы такая, ну, ахиллесовая пята человека, да, то есть оно только мешает, потому что разумно действовать, я с вами согласен, это не обязательно осознавать, это не обязательно осознавать себя при этом. Но когда я говорю о самосознании, я говорю в том числе о животных, потому что животные, безусловно, обладают не все, но даже не, вот мы говорили о разумности вот высших там животных, но самосознание, ну, собаки обладают, точно обладают, они понимают в себе. Да, то есть самосознание — это способность дать себе оценку. Я точно говорю, что они понимают, на каком идет речь. Самоотношение — это способность познавать самого себя, и это самоконтроль. Мне кажется, это все-таки, да, как родовая сущность. Ой, собаки, они контролируют себя еще получше, чем некоторые люди, ну, если их, соответственно, выдрессировать. Ну, мне кажется, мы так чуть-чуть вот как бы отклонились уже, да, от смысла в сторону самосознания, хотя это действительно связано с тем, что человек может задавать себе вот эти большие вопросы, кто я, куда я, зачем я, да, и вот это вот все вопросы, связанные как раз со смыслом жизни. Но мы же не знаем, может быть, вот о собачках, о которых мы говорили, они, может, лежат там себе, когда косточки закончились, и тоже думают, кто я, зачем я, почему тут человек... Где моя косточка, где мой смысл? А о чем думают хиты, которые плавают в океанах? Ну, ладно, давайте немножко сместимся. О человеке все-таки говорить. Я предлагаю вот такое еще поговорить, на такую тему. Вот дети и взрослые, например. Ведь мы по-разному воспринимаем свою жизнь и жизнь вокруг. То же самое, вероятно, можно говорить о мужчинах, о женщинах, что мы тоже, в общем-то, в какой-то степени достаточно различно воспринимаем и сами себя, мужчины и женщины, и то, как мы воспринимаем жизнь вокруг, какова она. В качестве отдельной категории, наверное, можно выделить еще стариков. Вот насколько верно или неверно говорить о том, что смысл жизни зависит от возраста человека, от пола человека, а, возможно, и от эпохи, в которой проживает человек. Вот смысл жизни в настоящее время, смысл жизни, который был там, ну, в 15 веке или во время Христа. То есть это разный смысл жизни для разных категорий людей. Потому что мы сейчас вот как раз... Между прочим, в развитии этого вопроса все-таки смысл жизни, он один для всех или он вот имеет для каждого человека свой. Вот я, наверное, начну как раз, может быть, с последнего, что действительно каждая эпоха, каждое время задает свое собственное смысловое пространство. И вот все, что нас окружает, нам иногда даже в плане рекламы навязчиво говорит, вот это имеет смысл, вот попробуй вот это там, да. Вот. И с другой стороны, да, человек, он, да, будучи, там, скажем, свободным, здесь по-разному тоже к этому слову можно относиться, он выбирает для себя то, что имеет для него смысл. В этом плане те выборы, которые делает человек, дают нам возможность косвенно говорить о том, что для него ценно, что имеет для него смысл. И если мы говорим о людях разного возраста, допустим, ну да, у ребенка смысл будет связан с удовлетворением его потребностей, поскольку он больше телесное существо, нежели душевное, духовное, по крайней мере, да. И не случайно, возможно, именно зрелый человек, да, начинает задумываться о смысле, когда уже есть какие-то результаты, итоги жизни есть, да, наверное, известное вам произведение, да, «Смерть на гребне волны Мартины» да, то есть мы часто видим, то есть в кризисе особенно середины жизни, то есть человек оглядывается назад и видит, да, вроде бы значимые цели достигнуты, но откуда тогда пустота берется, да, почему как бы нет, да, может быть, радости, ощущения наполненности. И когда человек осознает еще опять, да, вот эту вот конечность своего бытия, он начинает задавать эти важные вопросы, «А я тогда зачем?» А жизнь вообще, да, то есть есть он или нет, да, и в чем его смысл? В самореализации, в каких-то достижениях, там, в славе и так далее. Да, и вот возникает это ощущение, меня очень прям потряс этот пример про Александра Македонского, да, который, завоевавший полмира, просил похоронить себя с распростертыми руками, да, и ничего с собой не уношу. И вот, мне кажется, как раз вот по концу мы можем понять, да, вот, что такое, да, что такое смысл. И, соответственно, вот, вот как-то... Я вот про животных-то поэтому с вами и заговорил. А о чем мы такие гордые, вот, что мы прямо какой-то смысл обязательно в нашей жизни есть? Вот животные живут, они всегда не задаются этим вопросом, хотя они, как я вам несколько раз пытался доказать, что они тоже разумные, но у них другая разумность, просто надо это понимать, да. Они задаются, может, не задаются, но, скорее всего, не задаются, как-то вот не видно, что они задаются особым таким смыслом жизни, как вот мы, во всяком случае, задаемся. Может быть, это напрасный вопрос, который мы только время тратим зря в раздумьях и, так сказать, себе портим нервы, размышляя над ним. Можно я вот так, если совсем коротенечко, то есть, действительно, если есть смысл, то человек ощущает свою жизнь, с одной стороны, наполненной событиями, энергией, у него возникает ощущение ясности движения, то есть он понимает, зачем, и возникает ощущение вот некой такой истины, да, это так, это действительно так. Так вы понимаете, опять проблема-то. Я вас опять-таки вначале сама спросил, быть истинный вопрос антологический или нет? Быти истинный вопрос, однозначно. Тогда он должен быть для всех одинаковый, смысл жизни. А мне кажется, скажем так, человек открывает его для себя, да, например, ну, допустим, да, будучи, да, православным человеком, смысл для меня жизни — это подготовка в вечность, да, в жизненную, да. Человек, ну, не знаю, там, да, буддист, наверное, скажет, это может быть выход из кругового рута, да, там. А потом чего-нибудь разочаровался и понял, что всю жизнь никто верил, посвятил, и, получается, диссонанс-то еще больше можно получить. Но мне кажется, не случайно, ведь на протяжении всей жизни человек проходит ряд кризисов, да, экзистенциальных кризисов. Они как раз связаны, прежде всего, с пересмотром и перетряхиванием, вот, как бы, своей жизни, своего жизненного пути. То есть я шел куда-то, да, я глядываюсь назад и вижу, да, это имело смысл или нет, или меня, наоборот, это не приблизило, да, к пониманию себя. И вот я еще хочу сказать, что почему вот мы видим с возрастом этих вопросов возникает больше, потому что человек, ну, познает себя больше, он начинает понимать, да, вообще себя, там, не знаю, пытается открыть свое предназначение, да, то, как он распорядился какими-то талантами, дарами в своей жизни, да, и вот эти вопросы связаны с ним тоже. Ну, хорошо, давайте я встану пока временно на вашу точку зрения. Скажите, ну, а вот есть методы обнаружения смысла жизни? Вот как можно найти свой смысл жизни? Давайте начнем, кстати, с Тимура. Да, ну, я вот тут как раз еще про животных, про человека, мужчину, женщину, тут начал размышлять, наверное, все-таки мысль немножко свою закончу, по-моему отвечу, потому что понятно, все влияет, предрасположенность, там, мужчина, женщина, она к разным, да, то есть, опять же, мы берем, если возраст, возрастную психологию никто не отменял, что в 20 интересно, то в 50 лет будет вызывать чистую улыбку, если человек этим будет заниматься столько же, сколько в 20 лет. Если мы, опять же, для понимания вопроса, вот, у меня сейчас мысль посетила, законные функционирования социума, психологические, и законные функционирования, ну, государство возьмем, там, будет более понятно, и человека, они дождественны. Теория государства и права об этом говорят, теория управления об этом говорят, и вот если, например, не себя перенесем, что с собой сложнее разбираться, а вот если, скажем, посмотреть государство, то есть, есть ли у государства смысл жизни, да, какое-то существование, то есть, какой-то замысел, вот, и сразу будет понятно, то есть, ставить ли своей целью государству какой-то смысл. И если мы возьмем все страны, у них будет у всех все разное, получается, у них и смысл разный. Так же точно и люди. Я так с вами не соглашусь. У каждого государства смысл это существование. Остаться, продолжать существовать. В какой форме? Как можно, так сказать, более благодарный. Но основная цель это существование. И, собственно говоря, у человека это тоже основной смысл жизни, сама жизнь. Ну, тут трудно сказать, потому что есть категория идеальная, если мы из истории посмотрим, люди за веру отдавали свою жизнь, люди отдавали за близких свою жизнь, люди отдавали, там, скажем, за родину, за Сталина, то есть, такое тоже было. То есть, получается, они свою вот эту вот цель, скажем, да, если вот мы ее берем чисто жизнь, они ее стояли под семенем, вы имя и ела в каких-то более возвышенных, наверное. Вы знаете, здесь противоречия-то никого нет. Они отдавали жизнь за жизнь, только за чужую жизнь, за другую жизнь. Потому что жизнь сама является ценностью, и они отдавали свою ценность для того, чтобы жил другой человек, или жило общество, жил народ, жили люди, жила семья, жило государство. Ну, это не очень частое явление. Нет, ну, вы же сейчас сказали. Да-да-да. То есть, это случаи, они не массовы, это случаи, скажем, о том, что такое возможно. Понимаете, если человек даже не думал, за что он отдал свою жизнь, то есть, он мог это не сформулировать. Когда он говорил, за Родину, за Сталина, он отдал жизнь, в общем-то, за других людей. Ну, за вполне, да, понятной категории. Ну, мне кажется, даже наоборот, это вообще повсеместно. То есть, например, как говорят, да, он, не знаю, горел, сгорел на работе, да, служение своему делу. Это может быть служение своей семье. То есть, это как бы, когда ты отдаёшь самое дорогое, что у тебя есть, это может быть и жизнь, жизнь положить на что-то, да, на реализацию идеи. Вот, да, и вот это то, самое дорогое, что ты можешь отдать за это. Вот, и в этом плане, да, время, неисчерпаемый ресурс, вернее, исчерпаемый, наоборот, ресурс. Сейчас мы уйдём с вами на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Я думаю, что вернёмся к тому ворусу, на который пока ещё не ответили. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палаты». Я её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Существует и смысл жизни». И я продолжаю беседовать с гостями программы. Юлией Павловной Санниковой, кандидатом психологических наук, доцентом Вятского государства медицинского университета, и Тимуром Серафимовичем Кожевниковым, преподавателем юридической психологии МГА, практикующим психологом. Мы с вами, вернее, я поднял вопрос, но как бы не успели на него раскрыть. Можно ли каким-то образом найти свой смысл жизни? Что для этого требуется? Существуют ли какие-то, ну скажем так, научные методы обнаружения смысла? Что об этом психологи говорят? Ну, давайте я начну. Вот вспомнилась мне книжка Виктора Франкла «Сказать жизни», да, по-моему, называется. Как раз там был опыт его. Он обычно, вот я читал эту книгу, вот, и до момента, как он попал в концлагерь, он там, конечно, переосмыслил многое, что, то есть книжка вызывает уважение тем, что человек не там где-то в таких комфортных условиях находился, обычно все самое оценно в жестких условиях проявляется и появляется. И вот он поставил под сомнение все свои знания психологии, находясь в концлагере, и впервые он задумался о смысле жизни. И он его искал, чтобы выжить. Он наблюдал за людьми как психолог. Австарицкий психолог, достаточно серьезный, после освобождения, уже после войны, он много оставил следов, то есть ездил по миру, выступал. И вот до него, до этого момента, когда он не попал в концлагерье, смысл, с его слов, он об этом просто не задумывался. Видимо, и так все хорошо складывалось. И он нашел смысл, что человек может выжить именно благодаря вот какому-то точке опоры, и эта точка опоры нематериальна. Он, конечно, нашел себе, если вот так немножко развернуть вопрос, он нашел смысл встретиться со своей женой. И рассчитывал, что не встретиться, он выжил благодаря этому, она не выжила. То есть для него это было потеряно, потом целое направление отрабатывал при потере родственников, как с людьми себя вести, что-то ему знакомо было. То есть вот он в экстремальных ситуациях пришел к смыслу, ну, к пониманию, что у него смысл должен быть. И выживали вот по опыту люди, которые имели смысл. На первом месте он вывод сделал, что погибали в концлагере те, кто считали, что это все быстро закончится. То есть такие оптимисты, условно говоря. Ну, понятно. Но тогда получается, вот он, смысл для него был выжить и встретиться с женой. С женой он не встретился. Куда делся смысл? Вот он эту теорию в дальнейшем, исходя, опять же, если вот из его, наверное, трудов, он пытался потом помочь вот этот вот свой опыт, который он получил при стремлении к этому смыслу. Он его потом стал, ну, как бы, наверное, оформил в теории и стал вот с этим вот, с лекциями, с выступлениями продвигать. То есть, видимо, смысл поменялся. Хорошо, скажу по секрету всему свету, что я достаточно часто и много задавал раньше вопрос о смысле жизни. И, ну, вот, ну, скажем так, женщины часто очень отвечали, что смысл жизни родить ребенка, вырастить его и так далее. А я говорю, хорошо, вы родили, вырастили, вам 45. Что дальше? Можно помирать? Это вот, это очень похоже на Франкла. То есть, он вот не встретился дальше. То есть, ты отработал какой-то этап жизненный, на котором вот смысл этого этапа был вот такой. Но это является ли смыслом всей жизни? То есть, целью, к которой ты должен стремиться? Потому что они то же самое делают животные, которые вырастили потомство и, как бы, отпустили его, и что дальше? Чем мы в этом случае отличаемся? Давайте, Юлия Павловна, все-таки дадим слово. Потому что о женщинах, ну, надо, чтобы женщина ответила. Хорошо. Ну, я здесь вот что хочу сказать. С одной стороны, человек может, познавая самого себя, открывать какие-то смыслы. Я бы даже сказала, что отчасти смыслом жизни человека может стать как раз, ну, как бы, изменение самого себя, становление такого совершенного человека. Потому что человек, ну, как бы, по сути дела, несовершенен, да? У него множество, скажем так, недостатков, да? То есть, он привязан к своим, может быть, к привычкам, да? То есть, он является достаточно часто таким в бегстве за комфортом, за потреблением. Он может как раз забывать о своем, да, каком-то предназначении, что ли. И даже реализуя себя в делах какой-то там заботы о близких, он может действительно, ну, как бы, немножечко отклониться в сторону, да? Как пишет Хасминский, да, вот как раз даже дело жизни, или там, да, посадить дерево, да, там, вырастить сына и построить дом, это, может быть, одна из задач, но не смысл, потому что, как вы сказали, а что потом, да? Вот, и поэтому познание самого себя, это тоже один из способов обнаружения, да, смысл и ответ на вопрос «Кто я?» и «Зачем я?» Вот это такой очень серьёзный вопрос. А с другой стороны, это те выборы ещё раз, которые делает человек, то есть, и почему я это выбираю, какой это имеет для меня смысл? И иногда здесь человек, знаете, так любопытно иногда попадает в роль жертвы, жертвы обстоятельств, да, начиная там кого-то вокруг виноватить, да, но ты это выбрал, да, и для тебя это имело смысл. И что за этим стоит? И вот если говорить о смысле, вот мне интересным показалась как раз ученица Франкла, Елизабет Лукас, у неё очень интересная работа, тоже она говорит, что смысл нельзя выдумать, его можно только открыть. И если ты действительно откроешь этот смысл, бонусом будет счастье, которое человек испытывает, вот как раз ощущение полноты истинности, настоящести своей жизни. И инструментом открытия смысла является наша совесть, вот прямо, да, когда человек откликается, на зов своей совести, он начинает вот как бы вот эти вещи понимать про себя. Причём интересно, что есть некий высший смысл жизни человеческой, да, ну, например, да, там созреть для вечности, да, как вот, знаете, как есть такой, ну, например, ребёнок внутриутробно созревает какой-то период, да, да, и вот нужно, чтобы всё было прям сформировалось, все органы, системы и так далее, для того, чтобы перешагнуть перешагнуть и шагнуть в новую жизнь, да, здесь мы точно так же можем сказать. А есть моменты, вот такие как бы смысл момента, текущего момента. И просматривая вот эти вот какие-то текущие моменты жизни, человек может прийти к этому общему предельному смыслу. То есть он может это сделать через себя и через других людей. И вот ещё такая большая, ну, что ли, как сказать-то, да, беда, не беда или такая ловушка современности. То есть очень часто нам смыслы предлагаются извне. Очень много смыслов таких накопительских или там, да, там, вот там достигни каких-то регалий или, не знаю, какой-то суммы денег или там, да, или каких-то там материальных благ, да. И человек в бегстве, в погоне вот за этими иллюзорными смыслами он просто может растратить всю свою жизнь и остаться, знаете, у разбитого корыта. Кстати, вот очень любопытна вот эта сказка, прямо её можно под разными ракурсами смотреть, да, у Пушкина, вот, о рыбаке и рыбке. Вот если взять вот эту вот старуху-то его, да, то есть вот вроде бы и всё было понятно. Вот сейчас мне надо корыта, потом мне надо ещё что-то, да, и в итоге она и с корытом, и когда она царится, она всё равно несчастлива. То есть такое ощущение, что у неё есть всё, но как бы возможно... Ну, богатая тоже плачет, да? Всё, ну, как бы не имело смысла. Ну, Юрий Павлович, ну, как распознать, что найден действительно истинный смысл жизни, а не ложный? Совесть-то как-то критерий-то у меня очень непонятный. Для нас спит. Вы когда говорили, у меня сразу в памяти этот фильм Павла Лунгина, «Остров» он называется, где он монах, он всю жизнь каялся за то убийство, которого он на самом деле не совершал. Понимаете? Вот такая ошибочка. И что, значит? Ну, зато мы видим, каким он стал, да, каким он был. Ну, неизвестно, каким бы он мог стать, если бы он шёл по-другому пути. Вот всё-таки критерий-то должен быть какой-то правильный смысл жизни или нет. Совесть-то вот как-то такой подсказчик-то, наверное. Мне кажется, вот ещё раз я, да, здесь может быть, да, вообще критерий, да, критерий. Вообще смысл он даже, часто мы видим, он не находится в этой некой нашей объективной реальности. Мы понимаем смысл по концу, по итогу, по результату. И поэтому для меня и представители экзистенциального подхода, это уже кто-то за вас понимает. Это как раз смерть человека. Как человек-то, как он будет к цели стремиться, если он не знает, какова цель, каков. Вот мне этот, а ваш ответ, вы, простите, никак я его принять не могу, распознавать смысл по результату. Вот мне, знаете, очень интересно. Нельзя так распознать. Интересно. Человек к чему должен стремиться. Нет, вот сейчас я, кстати, вот у представителей, очень, кстати, мало кто из психологических направлений занимается этим вопросом. Это только логотерапия, которая, да, как раз вот заточена на обретение смысла. Это экзистенциальная психология, где поднимаются вот эти вопросы о конечности человека, одиночества, да, вот необходимости искать смысл. И там очень много таких чудесных упражнений, которые дают возможность обрести смысл. Ну, например, представьте, что у вас сегодня похороны, да, что будет написано на вашем надгробном памятнике. Он жил ради чего? Или, например, сценарий похорон своих пропишите. Как вам кажется, что скажут люди? Вот он жил, и что там, да? Или, например, представьте, что вам осталось жить пять лет. Да, что сегодняшний день последний, да, что будет. То есть вот такие вещи. Моя коллега очень интересно работает с родителями. И она вот именно их смысл родительства каким образом побуждает. Чудесные вопросы она задает. А представьте, что завтра вас не будет. Вот с чем остались ваши дети, да? Спасибо. У нас времени-то не так много. Я вот еще бы послушал Тимура Серафимовича. И заодно, Тимур Серафимович, в вашем, так сказать, речи обязательно посоветуйте какую-нибудь хорошую книгу на тему, о которой мы сегодня говорим. Ну вот, наверное, насчет, как человек понимает или нет свой смысл, истинный он или нет. Вот я, наверное, совмещу две мысли разных людей. То есть первая мысль – это Лев Толстой. Он как говорил, да, то есть надо искать, да, то есть не бояться находить, возможно, снова терять, а все остальное – душевная трусость. И вот в этом процессе, может быть, человек и обретает новое смысл, либо, может быть, укрепляется в имеющемся. И вот передача раньше была интересная, сейчас она ее не показывает, мир наизнанку. Вот этот вот ведущий Комаров приехал в Шаолинский монастырь, и вот к этому настоятелю хотел попасть. Там президенты стран ждут очередь месяцами, а он, ну, как бы, на удачу. И вот он зашел навстречу ему, и он говорит, что, говорит, ты человек, я вижу, ищущий истину. Давай поговорим. То есть ему было как бы дано, то есть одно с другим сходится. Это кино, тем не менее, кино. Кино, но я думаю, там не стали бы в Шаолине там-то не устраивать. Давайте потом я вам расскажу, как там было устроено все. Ну, ладно, Лев Толстой, хорошо. Я вот не знаю, там не присутствовало, но Лев Толстой это, скажем так, серьезный мужчина. И у него вот это сходится. То есть человек, возможно, и занят должен быть как один из вариантов поиском себя. Что он еще может из себя как бы создать, кем стать, что для себя новое открыть, кем я еще могу стать. Вот примерно вот так. Хорошо. А книжку посоветуйтесь? А книжку, ну, вот если про этику говорил, но это широкая. Вот на меня в свое время впечатление произвела книга, автор Анатолий Тарас, называется книга «Боевая машина». Она, конечно, более прикладная, она в основном для мужчин. Вот. Но там психологическая подготовка. Такое ощущение, что я для себя Америку открыл. То есть кому интересно, мужской аудитории, ну, наверное, особенно. Ну, Юлия Павловна, под конец передачи тоже, наверное, ну, пару слов и какую-то книжку. Хорошо. Ну, человек должен понять, какую ценность он несет в этот мир и сформировать свою позицию по отношению, да, к этому. И мне кажется, очень мало, половина найти смысл, надо еще его реализовать, успеть его реализовать. Да, если говорить о книге, да, то есть православному человеку, это Евангелие, да, философская, да, и психологическая работа, это, конечно же, Франкл, человек в поисках смысла. И многие другие у него еще там работы, посвященные этой тематике. Спасибо, уважаемые коллеги. У нас передача подходит к концу. Конечно, мы сегодня не открыли Америку. И разговор, наверное, только... Но и не закрыли. Да. Разговор только начался. Я надеюсь, что если кто-то задумался после наших таких тоже мыслей, то уже есть хороший результат разговора. До свидания. До свидания. Ума палата.